Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. К новенькой Насте Волынец пришел ее бывший парень и сделал ей предложение выйти за него замуж. Они хотели покинуть проект, но Саша Харитонова попросила его остаться и он согласился. Проект покинула Катя Король, она отказалась проходить детектор лжи. Ксения Бородина поставила перед ней ультиматум. Либо Катя проходит детектор лжи, либо уходит с проекта. Король отказалась доказывать, что у нее не было секса с Венциславом Венгржановским и что она не брала у него 400 тысяч рублей. Катины подписчики комментируют, но и правильно сделала, что ушла. Зачем кому-то доказывать, даже если и был секс? Что происходит-то? Всех стареньких решили за периметр, что ли? На кого смотреть-то теперь? Денис Козлович так отреагировал на уход своей бывшей девушки. По поводу Катюши я знаю всю информацию. Мы с ней помирились и постоянно держим связь. В последнее время я очень переживаю за нее, ведь на нее нападает весь коллектив. Мое мнение, что телепроект «Испострой свою любовь» превратился в задави другого человека. Дима Дмитренко и Оля Рапунцель окончательно расстались. Дима пишет «Оля, как всегда, завелась на ровном месте и свалила на очередной выходной одна. Сегодня мы поставили точку в наших отношениях, скоро лечу в Москву, на поляну». Ну а на поляне Диму ждет только райская, ей парень очень нравится. Девушка написала в своем блоге «Все ребята считают его подкаблучником, но это не так. Я с ним общалась и точно могу сказать, Дима очень интересный и образованный молодой человек, с которым приятно общаться. У нас с ним много общего». Элла Суханова и Игорь Трегубенко определились с датой свадьбы. Свадьба у них состоится 10 июня, а 13 июня ребята уезжают на Сейшелы. Саша Артемова и Женя Кузин отдыхают вместе на Кипре и, скорее всего, вернутся на проект парой. Об этом поведал Алексей Михайловский. Саша пишет «Я знаю одно, с тобой мы самая красивая пара». Также продюсер «Дома-2» рассказал об уходе Коляна Должанского и Тимура Графудинова. «Почему расстались с Должанским?» – пишет он. «Колян перестал принимать реальность, виной всему алкоголь. Вместе с ним и улетел с острова в Марийную рощу». А Тимур наконец понял, что для него музыка важнее. Похожесть обоих случаев в том, что оба стали лишними в общей картине «Дома-2». Подписчики назвали Михайловского кукловодом, там, похоже, все решает уже кукловод, комментируют они. Колян Должанский за периметром не пьет, он вернулся к своей верной подруге. «Катенька Богданова дождалась меня с Сейшельских островов. Почти двое суток нереального буйного секса. И самое главное, ни единой капли алкоголя». И Катя пишет «Со мной у него нет тяги к алкоголю. Со мной он не вспоминает никого из бывших. Со мной он готов стать законным мужем. Со мной он помолодел». Сын Жени, кузина Митя, появился на обложке детского журнала под фамилией Марсо. Но Рита считает, что это не важно. «Ребенок счастлив», – написала она. А как там его в журнале назвали, Марсо, кузин, не важно. На его жизни это никак не отразится. Подписчики же разошлись во мнении. «Как это не важно? Он кузин, и для отца это важно. Это гадкое издевательство. Не важно, тогда пусть алименты на него и платит Марсо». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!